С наступлением осенне-зимнего периода традиционно наблюдается подъем заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией. Специалисты говорят, что это ожидаемая и прогнозируемая ситуация, которая связана со многими факторами. В Северной Осетии зафиксирован рост заболеваемости, однако эпидемиологическая ситуация в республике остается стабильной, сообщают в Роспотребнадзоре. Сегодня гость нашей студии – начальник территориального управления Роспотребнадзора по Северной Осетии в пригородном районе Мадина Царикаева. Мадина, здравствуйте, я рада приветствовать вас в нашей студии. Здравствуйте, Людмила. Какова эпидобстановка в республике сейчас? За прошедшую неделю у нас увеличилось количество обращений в лечебно-профилактические организации лиц с симптомами ОРВИ. И впервые в этом эпидсезоне у нас незначительно, но превышены эпидемические пороги. Эпидемические пороги рассчитаны для каждой недели календарного года. И вот мы сейчас отметили это превышение. Наибольшее количество заболевших – это дети, 77%. И чаще вот в этой категории болеют дети от 3 до 6 лет, это которые посещают детские сады, школьники от 7 до 14 лет. И вошли вот в это увеличение подростки от 15 до 17 лет. Эти категории у нас больше всего подвержены заболеваемости. Это все острые респираторные вирусные инфекции. Мы мониторим циркуляцию вирусов на популяции. И чаще всего это риновирус. Именно циркулируют вирусы дни гриппозной теологии. Грипп пока мы не выделяем. И еще за прошедшую неделю у нас увеличилось количество случаев новой коронавирусной инфекции. За всю неделю это было 95 по сравнению с 61 случаем за прошлую неделю. Можно ли сказать, что это сезонное явление, как обычно протекает подготовка к эпидсезону? Грипп и ОРВИ – это сезонные заболевания. И сезонность здесь осенне-зимняя, то есть холодный период времени. Но сентябрь ежегодно. У нас в сентябре отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди детского населения, вот как сейчас мы наблюдали. Это связано с тем, что формируются организованные коллективы в детских садах, школах. Дети возвращаются с каникул. Во время каникул они были на морях, в других регионах на отдыхе. И формируют организованный коллектив. И каждый ребенок приносит в класс, в группу ту инфекционную патологию, которая у него есть. И вот именно поэтому, да, вы правильно сказали, подготовительные мероприятия к эпидсезону, они очень важны. И вот основное наше профилактическое мероприятие, которое направлено на недопущение распространения инфекции, это так называемые утренние фильтры, которые в детских садах и школах проводятся силами медицинских работников, педагогов, воспитателей. Это когда на входе смотрят, есть ли у детей респираторная симптоматика, измеряют температуру тела дистанционным образом и опрашивают родителей в детских садах. Если дети пришли с родителями в детский сад, опрашивают родителей, была ли какая-то симптоматика у ребенка. И вот именно нельзя допускать заболевшего ребенка в организованный коллектив, так как воздушно-капельный путь передачи инфекции, который свойственен для ОРВИ, для гриппа, для новой коронавирусной инфекции, он очень легко реализуется в закрытом помещении, тем более, и достаточно одного ребенка, чтобы заболели его контактные. И вот это наша основная профилактическая мера в сентябре, когда формируются организованные коллективы. Также одной из основных мер является мониторинг посещаемости детьми образовательных учреждений. Мы рекомендуем руководителям образовательных учреждений при отсутствии более 20% детей по причине заболеваемости ОРВИ приостанавливать учебные и воспитательные процессы отдельно в классах, в группах, если там более 20% отсутствует. Если уже в эпидемический процесс вовлечен весь сад или вся школа, то приостанавливают учреждения целиком. Мы ежедневно получаем эту информацию о количестве отсутствующих детей из Министерства образования, анализируем ее. И вот в настоящее время у нас в республике уже есть несколько приостановленных классов и групп. Это отдельно по образовательным учреждениям. И, конечно же, важная профилактическая мера гриппа – это вакцинация. Вакцинация – это достаточно надежный способ предотвращения заболеваний, предотвращения тяжелого течения заболеваний и возникновения осложнений. Но часто спорят, стоит ли делать вакцинацию или нет. Насколько это необходимо, на Ваш взгляд? И почему стоит? Может, мы расскажем нашему зрителям? В Российской Федерации существует национальный календарь профилактических прививок, который утвержден приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации. В данном календаре прививок отражены порядок и сроки проведения иммунизации против различных инфекционных заболеваний, в том числе и гриппа. Там указано, что грипп нужно проводить вакцинацию против него ежегодно в предэпидемический период, то есть перед началом подъема заболеваемости, чтобы успел сформироваться прививочный иммунитет. И подлежат иммунизации достаточно широкие слои населения. Это дети 6-месячного возраста, учащиеся 1-11 классов, обучающиеся в средних, профессиональных и высших учебных заведениях, работники различных профессий, риск для которых высок заболевание инфекционными болезнями. Это медицинские работники, работники образовательных учреждений, сфера обслуживания, сфера торговли, транспорта. Это работники правоохранительных органов, государственные служащие. И, конечно, очень важно, это взрослые старше 60 лет, которые имеют хронические заболевания. Вот эти контингенты являются обязательными для проведения иммунизации. Но у нас в России существует федеральный закон об иммунопрофилактике инфекционных болезней. И вот, который регламентирует весь момент иммунопрофилактики. И статья 5, она как раз таки рассказывает и регламентирует права и обязанности граждан при проведении иммунопрофилактики. И вот из прав граждан, то есть каждый гражданин Российской Федерации имеет право получить медицинскую помощь, то есть введение медицинского иммунобиологического препарата, выбрать лечебно-профилактическую организацию, где это будет проведено, получить информацию о той или иной вакцине, о ее необходимости, и имеет право отказаться от иммунизации. То есть право отказаться от вакцинации против гриппа имеет каждый. Но там же в этой статье 5 отражены и обязанности граждан при проведении иммунопрофилактики. И отказ от профилактической прививки влечет для некоторых категорий определенные запреты. Это запрет в приеме на работу или отстранение от работы контингентов, которые установлены постановлением правительства 825, его номер. Там именно вот те контингенты, это медицинские работники, работники образовательных учреждений, которые должны обязательно быть привиты. При этом могут быть граждане отстранены в период проведения противоэпидемических мероприятий при различных инфекционных заболеваниях, при угрозе развития эпидемии, от посещения образовательных учреждений и так далее. И также там регламентирован запрет на выезд в страны, где международными медико-санитарными правилами предусмотрена та или иная вакцинация. Ну вот как мы видели во время ковида, когда сертификатами о проведении вакцинации выезжали наши граждане за рубеж. Эта же мера применяется к паломникам, которые совершают хадж. Это вакцинация Минцевакс. Это не гриппоотносящаяся. То есть граждане имеют право отказаться, но существуют обязательные контингенты, которые должны быть привиты. Мадина, какие меры предпринимаются для предотвращения вспышек заболевания и распространения вируса? Помимо вакцинации существуют так называемые неспецифические меры профилактики. Это в первую очередь соблюдение правил личной гигиены. Необходимо мыть руки после посещения общественных мест, после автотранспорта по возвращению домой. Если нет необходимости вымыть руки, то это пользование кожными антисептиками и влажными салфетками, чему нас научила пандемия ковида. Гражданам мы рекомендуем не посещать без необходимости места массового скопления людей. Если видят граждане больного с респираторной какой-то симптоматикой, то слезотечения, кашель, насморк, то необходимо одеть маску, если есть такая возможность, и придерживаться социальной дистанции, полтора метра, о которых мы тоже часто говорим. Важной мерой профилактики также является соблюдение дезинфекционного режима. Это влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств в помещениях, где находится человек. Соблюдение режима проветривания. Пользование рециркуляторами закрытого типа. Это обеззараживание воздуха в помещении, где мы работаем, либо находимся. Кто все-таки больше подвержен, ОРВИ, дети или взрослые? Как показывает практика, по той ситуации, что мы видим сегодня, 77% из обратившихся – это дети. Чаще подвержены респираторным заболеваниям. Конечно же, дети. Это связано с их значительными контактами в образовательных организациях. И достаточно легко заболевают, и тяжело протекают заболевания у нашего старшего поколения, взрослых старше 60 лет, у которых уже имеются определенные хронические заболевания. В каком случае необходимы ограничительные меры? Определенные ограничительные мероприятия проводятся в нашей республике при превышении эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ. Всем известно, это ограничительная мера, как приостановление учебного воспитательного процесса. Это карантин в образовательных организациях, который вводится на период 7-10 дней и далее по необходимости. Эта мера направлена на разобщение детей в образовательных коллективах, и она дает достаточно хорошие результаты. На минувшей неделе зафиксировано больше 95 новых случаев заболевания коронавирусной инфекции. С чем связан рост заболеваемости? Новая коронавирусная инфекция, она отнесена к группе острых респираторных вирусных инфекций, которые имеют осенне-зимнюю сезонность. И сейчас, когда мы видим рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, как раз мы видим и рост заболеваемости COVID-19. Коронавирус изменился за эти годы. Можно ли говорить о том, что COVID-19 перешел в разряд сезонных вирусов, и он отныне и навсегда с нами? Новая коронавирусная инфекция вошла в ряд острых респираторных вирусных инфекций, подъем заболеваемости которыми регистрируется именно сейчас, в осенний период времени. С 4 сентября в Российской Федерации стартовала прививочная кампания против гриппа. Эта кампания проводится ежегодно в предэпидемический период с сентября по ноябрь, для того, чтобы успел сформироваться постпрививочный иммунитет. В нашей республике подлежит иммунизации 60% населения. Для того, чтобы эпидезон прошел достаточно легко, без осложнений, это количество граждан необходимо привить. Подлежит иммунизации более 416 тысяч человек, из которых чуть более 101 тысячи – дети. В настоящее время поступило в республику около 200 тысяч доз вакцины против гриппа. Это трехвалентные вакцины «Совигрипп» и «Флюэм» и четырехкомпонентные «Ультриксквадри». Эти вакцины содержат актуальные в данном сезоне штаммы вируса гриппа. И вакцинация идет достаточно хорошо, активно, проводится в территориальных поликлиниках по месту жительства, куда надо обращаться нашим гражданам. Кроме того, сформированы прививочные бригады, которые проводят вакцинацию в организованных коллективах, в детских садах, в школах, а также в трудовых коллективах на территории обслуживания. В настоящий момент привито более 100 тысяч граждан нашей республики. Для того, чтобы эпидемический сезон в нашей республике прошел достаточно спокойно, необходимо привить 60% населения республики. И наши граждане должны соблюдать достаточно несложные, но очень важные меры профилактики. Мадина, я благодарю вас за то, что вы сегодня пришли к нам в студию. До новых встреч. Спасибо.